В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Слава Созидателям! В Сарове участники муниципального этапа Всероссийского конкурса посадили памятную аллею. Осенние мотивы. В Центре культуры и досугах Фиацвнеев прошла ярмарка. У природы нет плохой погоды. Какой будет рабочая неделя в Нижегородской области? Далее расскажем обо всем подробно. В Нижегородской области четвертый месяц подряд наблюдается дефляция, то есть снижение потребительских цен. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. При этом в августе оно было незначительным, всего на 0,04%. Дефляция стала возможной из-за снижения цен на продукты на 1,4%. Так, морковь подешевела на 29,1%, огурцы на 23%, капуста на 21,6%, помидоры на 18%, свекла на 17,3%. Кроме того, снизилась стоимость манки, гречки и пшена на 4,6%, 8,6%, яиц на 5%, свинины на 1,2% и прочее. А вот цены на непродовольственные товары, наоборот, выросли на 0,4% из-за подорожания электротоваров и бытовой техники. На 2,5-5,5%, школьные принадлежности на 1,4%, табачные изделия на 1,3%. В целом за январь-август инфляция достигла 110,48%. Это чуть выше среднероссийского уровня. В Сарове подвели итоги проекта «Слава Созидателям». Второй год участники муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса отметили это событие субботника. Ученики нескольких школ и третьекурсник Саровского политехникума вместе с председателями городской думы посадили деревья и кустарники на левом берегу реки Садис. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проводится с 2016 года в 23 городах присутствия атомной промышленности по инициативе Росатома. Конкурс посвящен тем людям, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и становление городов присутствия госкорпорации. В этом году творческие работы участники представляли в двух номинациях. В комиксе о Созидателе нужно было нарисовать серию иллюстраций о значимом событии в жизни ветерана. А один в один с Созидателем – это воспроизведение архивной фотографии героя в похожей одежде и позе. Выбираешь любую фотографию Созидателя. Прям в точь-точь надо одеться. Вот, например, мы выбрали фотку, где девушка с парнем сидят на мотоцикле и просто сидят и ездят в нем. Вот мы повторяли такую фотку с папой моим. От Сарова в конкурсе «Слава Созидателям» участвовали 22 человека. Одним из победителей федерального этапа стал саровчанин Александр Василенко, студент политехникума, который сделал фотографию в номинации «Один в один с Созидателем» с Юрием Алексеевичем Трутневым. В качестве подарка Александр получил поездку в Москву в дни осенних каникул. Я хочу сказать, что независимо от того, сколько участников, качество работ становится из года в год все выше и выше. Интереснее, подходы более творческие, содержание более интересное у ребят. Ну, наверное, в этом и главное. Потом людям старшего поколения важно внимание, которое им уделяют, пока участвуют ребята в этих конкурсах. Второй год участники конкурса из Сарова оселенеют левый берег реки Сатиса, высаживая деревья и кустарники. Ребята и их родители трудились вместе. Участникам муниципального этапа конкурса помогал и председатель Городской думы Антон Ульянов. В этот раз на прогулочной набережной можно будет увидеть порядка 50 саженцев – клёнов, спирей и дёрнов. Данные саженцы высаживались в рамках муниципального контракта на содержание данной территории и в рамках сегодняшней акции подрядчик выполнения работ муниципального предприятия ДЭП. Содержание данных насаждений будет осуществляться также в рамках муниципального контракта на содержание данной территории подрядчик ДЭП. Мини-субботник завершился церемонией награждения. Антон Ульянов вручил дипломы и памятные подарки всем участникам конкурса «Слава Созидателям». В России планируют создать собственные банкоматы. Первые образцы отечественных машин обещают подготовить осенью, сообщает коммерсант. Если испытания пройдут успешно, будет запущен серийный выпуск. Центробанк уже получил дорожную карту по выводу таких банкоматов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове 2 октября пройдет ярмарка «Вкусно-фест». Городские предприниматели готовят насыщенную программу для гостей праздника. Традиционно будет множество вкусной и разнообразной еды, мастер-классов, интерактивов, конкурсов, выступлений и сюрпризов. Заявки на участие от представителей бизнеса принимают в Центре поддержки предпринимательства по телефону 8 910 135 33 35. Новая рабочая неделя в Нижегородской области будет прохладной и дождливой. Во вторник ночью будет плюс 4, плюс 6 градусов, днем плюс 15, плюс 17 без осадков. Со среды 14 сентября в регион придут дожди. Ночью будет плюс 8, плюс 10, днем плюс 13, плюс 15. В четверг и пятницу пасмурная дожди, днем разогреет до плюс 15 и плюс 17 градусов. В субботу обещают дожди до плюс 17 днем, а вот в воскресенье может похолодать до плюс 14 градусов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1977 году после окончания Государственного института физической культуры. У нас он начал работать тренером-преподавателем по борьбе. В 2008 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации». На протяжении 45 лет, работая с детьми и молодежью, Виталий Карлович стал для своих подопечных больше, чем тренером. Он стал для них родным человеком, хорошим другом. За свою тренерскую карьеру Виталий Карлович подготовил 8 мастеров спорта. Его подопечные стали спортсменами мирового уровня. Виталий Михайлов оставил большой след в истории единоборства. Его уход 2 августа этого года – большая утрата для мира спорта. На 40-й день родные, близкие и коллеги почтили память Виталия Карловича. Сегодня здесь не только саровчане, но и люди, которые живут по всей нашей большой стране. На всех он так или иначе повлиял. И вот эта великая сила учителя, наставника, умение продолжаться в своих учениках, она будет жить в нас еще очень долго. И вот в этом его, наверное, самая главная заслуга. Видно было, что от этого человека исходит такая энергия, такой опыт жизненный, который ребятишки все время впитывают, впитывают, впитывают. И поэтому вот такое огромное количество людей сейчас, которые здесь присутствуют, и еще больше, наверное, которых здесь нет, благодарны этому человеку. Насколько один человек может оказать влияние на огромное количество людей? От маленького возраста и среднего, и так дальше. Та аура, которую он за все эти годы заложил, она находится в зале, в воспитанниках, в тренерах, которые продолжают его дело. И тот дух борьбы, тот дух спорта, дух тренера Карловича, он там, он с нами. Традиционная ежегодная ярмарка «Осенние мотивы» прошла в Центре культуры «Досуга» в НИЭВ. Ветераны ядерного центра представили продукцию, выращенную в садах и огородах, посадочный материал, изделия декоративно-прикладного творчества. На осеннем празднике побывала и наша съемочная группа. Многообразие осенних красок, запах цветов и обилие плодов. На выставке ярмарки «Осенние мотивы» столы ломились от большого количества различных овощей, фруктов и домашних заготовок, которые подготовили ветераны. Всех гостей праздника угощали свежими яблоками и теплым чаем со сладостями. Ежегодный праздник «Осеннего урожая» в этот раз прошел на площадке Центра культуры и «Досуга» в НИЭВ. Они, как говорится, все лето ухаживают за своими цветочками, овощами. И вот результат сегодня того трудного года. Очень было жаркое, знойное лето. Приходилось очень много поливать, ухаживать. Садоводы-любители, конечно, они потому и любители, и садоводы, они с чувством, с любовью относятся ко всему тому, что они посадили. И вот сегодня, говорю, мы урожай этот весь смотрим, видим. Чтобы это была постоянная наша выставка, ежегодная. И ваше достижение радует вас, всех нас. Поэтому год сегодняшнего, кстати, у нас 75 лет организации профсоюзной. Вы все члены профсоюза были, есть и будете. Я вас поздравляю с этим юбилеем. Желаю всем вам здоровья, успеха, долгой, счастливой жизни. Раньше на мероприятии выставляли только урожай. Теперь же на выставке-ярмарке можно увидеть интересные работы саровских мастериц, украшения из камней и бисера, предметы декора в техниках джутовая филигрань и декупаж, работа из глины, картины. Ирина Павловна Сорока увлеклась декупажем на пенсии, захотела сделать друзьям подарки своими руками, а также дать вещам вторую жизнь. Женщина использует в своих работах трикотаж и точечную роспись. Фок-техника декупаж, в принципе, это была совершенно ненужная бутылка. Я на ней просто училась. Но она оказалась очень удачной. Это использование трикотажа, использование веревочек. И вот такая, она у меня называется «Южная ночь» бутылка. И она получилась одна из самых хороших. На ярмарке «Осенние мотивы» также можно было купить фермерскую продукцию – домашний хлеб, масло, творог и посадочный материал. Ежегодный праздник «Осеннего урожая» прошел при поддержке профсоюзного комитета в НИЭФ. Сдобушка стала еще ближе. Новый магазин «Сити Пекарин» открылся на улице Московской 8. Для своих покупателей Сдобушка приготовила много приятных сюрпризов. На открытие побывала и наша съемочная группа. Сегодня Сдобушка раздает подарки. Вам нужно всего лишь назвать 4 адреса, по которым расположены магазины Сдобушка. А сегодня при покупке на 500 рублей и выше вы автоматически становитесь участником беспроигрышной лотереи. Суббота на улице Московской была по-настоящему праздничной. С самого утра в воздухе витали волшебные ароматы свежей выпечки. Свои двери для саровчан распахнул новый магазин «Пекарни Сдобушка». Для горожан приготовили немало ярких и вкусных сюрпризов. При покупке на любую сумму, если вы правильно ответите на мой вопрос, можете получить в подарок бесплатную вкусняшку какую-нибудь или каркетку, пельмешку, вареники. Ароматные пироги, хрустящие булочки, аппетитные кексы и пышные маффины исчезали с витрин с космической скоростью. Сюрпризы Сдобушка приготовила и для сладкоежек. Их в магазине ждала дегустация. «Расскажите, как вам здорово?» «Я первый раз зашла в магазин, но здесь очень приятно. Как заходишь, очень вкусный пак. Столько всяких пирожных, столько котлеты, вареники. В общем, выбор очень большой, мне очень нравится». «Очень уютно, очень много всего. Сразу хочется что-нибудь попробовать новое». «Подравились подарки, скидки, ассортимент очень большой и свежий хлеб». «Взяла, купила, все нахваливает везде. Сейчас хорошо, что сюда переехали, было далеко, я туда не ходила. А сюда теперь буду ходить». Занятия по душе нашли и самые маленькие покупатели. Их в Сдобушке ждал аквагрим. Всего пара взмахов кисточкой, и на их щечках появлялись розовые сердечки. Оставить фото на память о веселом празднике можно было в тематических фотозонах. «Что тебе здесь понравилось?» «Мне все понравилось, красиво, все идеально. Прямо как в мире сказках. Я сегодня и коколки розженку». «И как тебе?» «Очень вкусно». Выгодные цены, богатый ассортимент, вежливые продавцы. Попав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться снова. Для самых маленьких и не только магазин предлагает детскую молочную кухню. В Сдобушке представлена бакалея-кубаночка. Производят ее на юге из самых спелых и сочных овощей. Это уже давно полюбившийся сыровчанам продукт. Здесь всегда в наличии под заказ охлажденное фермерское мясо, говядина, свинина и курица высшего качества от проверенных и добросовестных хозяйств. А в остальном у нас все, как всегда. Это замороженные продукты, полуфабрикаты, пельмени, котлетки, перчики, колбаса собственного производства, ветчина, краковская, сало копченое, коптим сами, соленое, варенокопченое, различные маринады, теперь и в лоточках, если на шашлычок собрались, и также вакуумные упаковки, которые можно просто положить в духовку и готовить. Не пропустите! Сдобушка теперь на Московской. Также посетить пекарню можно по адресам улица Чапаева, 26, здание Элеганта, улица Садовая, 70, троп-2. А мясная Сдобушка ждет вас в торговом центре «Галактика». Приобрести продукцию также можно по телефону 8 800 101 96 96 или на сайте пекарни Сдобушка саров.рф. Подробный ассортимент представлен в соцсетях магазина ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова